Индианаполис, Сокр, Индия, город на среднем западе США, столица и самый населенный город штата Индиана. Население в городской черте 820 445, в то время как в пределах агломерации проживают 2 080 782. История, до заселения территории белыми на ней обитали индийские племена майами и деловаров, но к началу 1820-х они были вытеснены на юго-запад. По наиболее распространенной гипотезе, первыми белыми поселенцами Индианаполиса стали в 1819 году Джордж Пугу и Джон Маккормик. Индианаполис был выбран в качестве новой столицы штата в 1820 году вместо коридона, который был столицей с момента образования штата Индиана в 1816 году. Из всех столиц штатов Индианаполис находится ближе всего к географическому центру своего штата. Именно центральное расположение и стало основной причиной выбора, наряду с предположением, что Уайт-Ривер будет служить в качестве основной транспортной артерии штата. В последствии выяснилось, что на реке слишком много мелей для нормального судоходства. Еремия Сальван, судья Верховного судоштата Индиана, придумал имя Индианаполис путем объединения названия Индиана с греческим словом «полис», означающим «город Индианаполис», буквально означает «город Индиана». Правительство штата назначило Александра Ральстона, известного архитектора шотландского происхождения, ответственным за строительство новой столицы. Ральстон был учеником французского архитектора Пьера Лефана. Он помог Лефану разработать план строительства Вашингтона. Первоначальный план Ральстона для Индианаполиса был рассчитан на строительство города площадью всего в одну квадратную милю, с центральной круглой площадью, на которой позднее был возведен монумент солдатам и морякам. Резкий толчок к развитию города придало произошедшее 1 октября 1847 года открытие железнодорожного сообщения. На рубеже Ха-Ха века Индианаполис стал крупным производителем автомобилей, конкурируя с Детройтом. Благодаря дорогам, ведущим из города во всех направлениях, Индианаполис стал крупным центром транспортной сети, соединяющей Чикаго, Луисвилл, Сан-Ценнати, Колумбус, Детройт, Кливленд и Сент-Луис, подтверждая статус столицы штата по прозвищу «Перекресток Америки». Эта же сеть дорог облегчила отток населения в пригороды в последующие годы. Середина Ха-Ха века ознаменовалась не только быстрым ростом населения города, но и значительным усилением напряженности между белым и афроамериканским населением. Проводившаяся по всей стране политика десегрегации привела к фактическому бегству белого населения из районов со значительной долей афроамериканцев и образованию черных гетто, рассадников, преступности и антисанитарии. Тем не менее, масштабных столкновений на расовой почве удалось избежать, и в настоящее время Индианаполис является одним из наименее сегрегированных крупных городов США. Лишь в середине 1990-х руководство города и штата приступили к реализации программы по возрождению центра города. Программа принесла значительный успех, хотя уровень преступности в черном центре по-прежнему в разы превышает показатели белых пригородов, что сдерживает экономическое развитие. В 1987 году в городе состоялись панамериканские игры, география и климат. Географические сведения Город расположен в центре Индианы на реке Уайт-Ривер на высоте 218 метров над уровнем моря. Он занимает большую часть территории и округа Марион. Рельеф города преимущественно равнинный. Есть несколько пологих холмов. Большинство местных правительственных органов и государственных учреждений Индианаполиса и округа Марион совмещено. То есть они отвечают за весь округ, за исключением небольших участков, занимаемых городками Бичгров, Лоренс, Соутпорт и Спидуэй, известных как Экскладет Сетис, то есть исключенные города. Городской пейзаж Первым высотным зданием Индианаполиса стал капитолий штата Индиана, построенный в 1888, а в 1898 был возведен монумент солдатам и морякам. Благодаря действующему в те времена запрету на строительство зданий выше этого уровня, монумент оставался самым высоким сооружением города до 1962, когда было открыто здание управления городом округом. В 1970-е экономическая активность в центральном районе уменьшалась, поэтому в даунтауне Индианаполиса почти не появлялись новые здания. Но в 1980-е были разработаны планы по перераспределению деятельности в даунтауне и окрестностях. Началось активное строительство новых небоскребов, изменивших панораму Индианаполиса. Управление городом округом следит за развитием соседств. Уже сейчас началось постепенное улучшение соседств, находящихся наиболее близко к даунтауну. Климат Индианаполис лежит в зоне умеренно-континентального климата с жарким, дождливым летом, мягкими весной и осенью и холодной зимой. Отчетливо выраженный сухой сезон отсутствует, но в целом большая часть осадков выпадает в теплое время года. Население. По данным переписи в 2010 году в Индианаполисе проживало 820 445 человек. Имелось 324 342 домохозяйства. Расовый состав населения. Белые. 61,8%. Неиспанцы. 58,6%. Афроамериканцы. 27,5%. Латиноамериканцы. 9,4%. Мексиканцы. 6,9%. Пуэрториканцы. 0,4%. Кубинцы. 0,1%. Прочие. 2%. Азиаты. 2,1%. Берманцы. 0,4%. Индийцы. 0,4%. Китайцы. 0,3%. Филиппинцы. 0,3%. Корейцы. 0,1%. Вьетнамцы. 0,1%. Японцы. 0,1%. Тайцы. 0,1%. Другие азиаты. 0,1%. Коренные американцы. 0,3%. Многорасовые американцы. 2,8%. Средний годовой доход на душу населения. 21 789 долларов США. Средний возраст горожан. 34 года. На 100 женщин приходится 93 мужчины. Уровень преступности очень высок. Превышает средний по США в 4 раза. Экономика, в отличие от большинства столиц американских штатов, столица Индианы является ее крупнейшим промышленным, торговым и финансовым центром. Представлены самые разные отрасли машиностроения, цветная металлургия, химико-фармацевтическая и пищевая промышленность. Издательское дело и полиграфия сектор государственного управления создает менее 15% рабочих мест, что нетипично для столичных городов США. Индианаполис неоднократно отмечался в различных рейтингах бизнес-климата. Так, например, в 2010 году город занял 10 место среди американских городов по привлекательности открытия бизнеса в рейтинге Yahoo Real Estate. Также город является одним из наиболее привлекательных мест в США для вложения средств в покупку недвижимости. Прекрасно развитая инфраструктура способствует привлечению в Индианаполис промышленного производства и логистических компаний. Основным сдерживающим фактором для экономического роста является высокий уровень преступности, но в богатых белых пригородах он малозаметен. В городе расположена штаб-квартира тракинговой компании «Селадонгрупп». Транспорт в 11 километрах к юго-западу от центра города расположен международный аэропорт Индианаполиса с ежегодным пассажирооборотом около семьи – 5 миллионов человек и грузооборотом – 985 тысяч тонн. Рейсы совершаются во все крупнейшие города США, а также в Торонто и Канкун. На территории аэропорта расположен второй по величине сортировочный центр почтовой компании «Федекс Экспресс». С железнодожного вокзала Индианаполиса ежедневно отправляется поезд до Чикаго и трижды в неделю – поезд Вашингтон – Чикаго. Рядом с вокзалом находится и автобусная станция компании «Грейхэмп Лайнс». Индианаполис является важной точкой пересечения автомобильных дорог. Через город проходят межштатные шоссеи –65, –69, –70 и –74. 4 скоростные дороги – US-31, US-36, US-40, US-52. Общественный транспорт города представлен 28 автобусными маршрутами. Образование, культура. В Индианаполисе издаются газеты «Индианаполис» «Старый Индианаполис Ньюз». Имеется несколько университетов – «Индиана University, Purdue University, Indianapolis, Совместный кампус Индианского университета и Университета Purdue, Университет Батлера, Университет Индианаполиса. Действует симфонический оркестр «Индианаполис симфонии». Есть консерватория оперы и балет. Астероидная программа «Индианы», программа фотографических наблюдений за астероидами, свернутой за ярких огней городского освещения, мешавших наблюдением. Спорт проводится ежегодный престижный теннисный турнир из серии ATP Masters. Город представлен клубами Индианаполис Колтас из NFL, Индианаполисерс из НБА и Индии Левин Североамериканской футбольной лиги. Также с 1974 по 1979 года в Индианаполисе выступала профессиональная хоккейная команда Индианаполис Рейсерс, которая играла в ХА. И именно в этой команде свою профессиональную карьеру начинал легендарный Уэйн Грэцки. Индианаполис мотор Speedway, второй по возрасту из действующих автодромов в мире, действует с 1909 года. Трибуны вмещают до 400 тысяч зрителей. На трассе ежегодно с 1911 года проводится гонка 500 миль Индианаполиса, в разные годы входившая в зачет различных чемпионатов, в том числе Индикар и Чемпкар. Также с 2000 по 2007 год трасса в Индианаполисе принимала Гран-при США Формулы-1, достопримечательности, монумент солдатам и морякам, 86-метровая стела в центре города, Индианаполис мотор Speedway, второй по возрасту из действующих автодромов в мире, детский музей Индианаполиса, самый крупный в мире детский музей, государственный музей Индианы, художественный музей Индианаполиса, дом музея Бенджамина Гаррисона, штаб-квартира Американского легиона. Любовь, скульптура Роберта Индианы, города Побратимы, Тайбэй, Тайвань, Кёльн, Германия, Манса, Италия, Иран, Словения, Ханчжоу, КНР, Кампинас, Бразилия, Нардгемптаншир, Великобритания, Хайдарабад, Индия.